Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите Самарские новости спорта. Завоевала золотую медаль летней универсиады, проходящей в китайском Тайбэе. В командной женской эстафете 4 по 200 с вольным стилем сборная России финишировала на первом месте. Спортсменки США, завоевавшие серебро, отстали всего на 0,04 секунды. Бронза досталась Японии. Победа Тольяттинской пловчихе принесла Самарской области второе золото универсиады. Первую золотую награду получил тэквондист Борис Краснов. Также самарская дзюдоистка Валентина Костенко выиграла бронзу весовой категории 63 килограмма. Воспитанница Самарской школы теннис Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Нью-Хейвене, одержав победу над соперницей из Испании Карлой Суарес Навара. Противствование продолжалось 1 час 34 минуты. Первый сет прошел в упорной борьбе, но все же остался за россиянкой, а второй сет Павлюченкова выиграла вчистую, не отдав сопернице ни гейма – 7-6, 6-0. Представительница России четыре раза подала на вылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейкпоинтов из 16. У Испанки три ейса, две двойные и три брейка из 12. В четвертьфинале турнира Павлюченкова встретится с сильнейшей из пары Ализе Корне и Доминики Цибулковой. В первом матче нового сезона КХЛ Толятинская Лада принимала на своем льду Челябинский трактор. Гости открыли счет на шестой минуте. Зрителям пришлось ждать следующего гола до конца игры, и за четыре минуты до конца третьего периода трактор в меньшинстве забросил еще одну шайбу – 0-2. В матче 1-32 финала Кубка России по футболу крылья Советов на выезде одержали победу над Сызранью 2003-2-0. Первый гол у самарцев на 28-й минуте забил Денис Ткачук. Атакующий полузащитник гостей откликнулся на передачу из-за боковой от Дмитрия Немчанинова и, опередив защитника, отправил мяч в сетку ворот Сызрани. Второй мяч самарцы оформили на второй добавленной минуте. Снаряд после удара Дениса Ткачука со штрафного нырнул в дальний угол ворот хозяев – 2-0. В 1-16 финала Кубка России авиаторы могут встретиться с одним из клубов Премьер-лиги. Соперником самарцев могут стать Ахмат, Локомотив, Ростов и Уфа. Следующий поединок в первенстве России среди команд ФНЛ «Крылья» проведут на Металлурге 27 августа. Подопечные Андрея Тихонова сыграют в Сибирью. Начало матча в 19 часов. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!